Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон и председатель Маджиси Мили Маджиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмумали, в районе Фердавси столицы открыли спортивный клуб Парвиза Собирова. Учредителем спортивного клуба является борец мирового уровня Парвиз Собиров. А зал с соблюдением всех строительных и архитектурных норм построен на сумму 2 миллиона 400 тысяч самани за счет его личных доходов. Спортивный объект состоит из двух этажей, расположен на площади 468 квадратных метров. В спортивном клубе 15 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Все спортивное оборудование, соответствующее требованиям мировых стандартов, произведено на заказ в Гуанчжоу Китайской Народной Республики. На первом этаже находится тренажерный зал с 45 видами тренажеров для 55 видов спорта 4 групп по 20 человек в 2 смены. Рабочий кабинет руководителя комплекса, тренерский кабинет, раздевалка, душевая и другие вспомогательные помещения. На втором этаже расположен зал под дзюдо, рассчитанный на 4 группы по 20 человек в 2 смены. В целом комплекс построен на 100 человек. Открытие спортивного клуба еще больше расширило возможности молодежи для занятия спортом в столице. В ближайшем будущем запланировано в подвальном помещении здания открыть женский спортзал со всем оборудованием. Оборудование, необходимое для тренировок, уже закуплено. Также запланировано строительство рядом со спортивным комплексом автостоянки на 15 машин. Окрестное здание освещено, здесь посажены декоративные цветы, кустарники, аллеи вокруг вымощены плитами. Также в зале установлено 14 камер видеонаблюдения и 25 средств пожаротушения для обеспечения пожарной безопасности. После ознакомления со спортивным клубом, президент страны, уважаемый Имамали Рахмон, дал высокую оценку достойной инициативе известного спортсмена страны Парвиза Субирова по строительству современного спортивного объекта и выразил благодарность за его стремление к благоустройству организации рабочих мест и созданию условий для привлечения жителей города к спорту и физическому воспитанию.